получается что неудачливых людей нет нет если мы сами не ставим себе такой лейбл да то есть если мы сами не уходим в состоянии жертвы или состояние когда мы не можем контролировать нашу жизни и ситуацию вокруг в идеале как я говорила это должен быть станет жизнь баланс лидерство его такому следованию потоку жизни до чтобы сохранить ресурсы эта игра и на самом деле эта стратегия наверное одна из самых легких классных не очень приятных жизни когда ты следуешь вот такому потоку удачи волне удачи да и понимаешь какие качества тебе нужно подкрутить на каком-то этапе но мы не сказали еще а еще об одном последнем важном качестве удачливого человека и она зачастую определяет в общем то наш успех в жизни в том числе и в личных отношениях и финансах и в карьере это то как мы реагируем на результат у нас бывает результат который мы хотели мы заслужили мы шли к нему удачливое стечение обстоятельств мы получили то что хотели или возможно больше а может быть неудачливый результат когда мы не получили того на что мы надеялись то во что мы вкладывались и как мы реагируем как вы от как мы оцениваем эти обстоятельства тоже очень сильно определяют насколько мы будем удачливы в дальнейшем исследования показывают причем нет расхождения и со старыми исследованиями вайсмана из современными исследований что если мы воспринимаем неудачу как неудачу то мы гораздо дольше восстанавливаемся после этого вот мы гораздо меньше психологически даже психологически да если для нас любая потеря а человек склонен к тому чтобы фокусироваться на потерях так устроены все люди вот мы боимся вот этих потенциальных потерь и когда мы все-таки это происходит то время когда мы вас сколько нам потребуется для восстановления до занимает в общем то и вот в том состоянии в котором мы находимся мы за этот период можем потерять наши наработки наш круг общения нашу карьеру до теряем время здоровье на этот период поэтому удачливые люди воспринимают неудачу сравнивая все время с худшим возможным сценарием а неудачливые люди сравнивают с лучшим возможным сценарием с другим и здесь может каждый себя протестировать мне очень нравится пример вайсмана который спрашивал людей вот представьте что вас при ограблении банка ранили в плечо вы считаете это удачным в течение обстоятельств или неудачно вот задайте себе в первую очередь вопрос вот лиза как бы вы ответить при ограблении банка за вас ранили в плечо ну слушайте плечо это 30 сантиметров от сердца так то 30 сантиметров ну а для стреляющего это буквально один или полградуса поворота пистолет зависимости от расстояния от меня ну наверное удачи вот видите как раз вы относитесь к тем людям удачливым людям по жизни которые действительно считают что это повезло да что я же меня могли убить вообще в этой перестрелке а неудачливые люди сравнивают с тем что ну как же так я мог быть вообще остаться здоровым и целым да тут ранили плечо и вот эта разница восприятие одного и того же события она влияет на то сколько времени сколько у нас есть у нас этот посттравматический синдром сколько времени мы восстанавливаемся сколько времени нам нужно чтобы прийти в более такое до позитивное состояние начать дальше же действовать реализовывать свои мечты и планы поэтому вот этот вот это качество тоже нужно натренировать для того чтобы быстрее восстанавливаться и легче относиться к неудаче потому что если мы посмотрим на успешных предпринимателей инноваторов да то есть в какой-то своей сфере они претерпели множество неудач на пути к своей удаче и они спокойно к этому относились расскажите какие еще есть стратегия вот вы просто упоминали что вот есть к стратегии как будто бы много или наоборот их там например три основных каких-нибудь которые нужно придерживаться наверно стратегия основная одна потому что есть определенный вот список просто характеристик правильно принимать решение дальше очень важно предпринимать действие иногда мы видим удачу но мы не предпринимаем никаких действий да потому что нужно ну просто подойти к человеку познакомиться да если мы его видим нужно если мы хотим чего-то там купить просто этот билет на самолет или подать документы в университета который мы мечтаем это действие такие действия вызов уже фактически очень важно это уметь делать переходить от теории практике также очень важно сохранять настойчивость да и последовательность когда мы выбираем какую-то цель мы видим что это наша цель исследования также показывают например калифорнийского университета мэй-янг что те люди которые считают себя удачливыми мы говорим сейчас вот этой персональной правильной удачи они гораздо дольше бьются над решением сложных задач то есть они более настойчивы как выясняется те которые вот уверены в своей удаче они уверены что они решат им даже говорят ты знаешь там нет решения были такие случаи вот вайсман как раз так и делал соберите пазл но он не решается и выяснилось что те люди которые считали себя удачливыми они бились над этой задачей дольше пытаясь собрать пазл которого не собирается таким образом что происходит если ты решаешь больше сложных задач больше в это вкладываешься то в итоге ты научишься их решать также я занималась много исследованиями работой с предпринимателями с успешными предпринимателями которые умудрялись к 30 годам построить действительно единороги да то есть единорогов такие крупные компании очень успешные технологические компании в россии и за рубежом и мне всегда было интересно почему у них получается это сделать 25 лет а у других не получается при тех же исходных данных при тех же действиях до поиск инвестиций поиск команды я задумалась сначала я провела теоретический какой-то поиск в этой теме потом поняла что есть навыки которые действительно можно натренировать можно менять личную удачу и создавать из этого настоящую классную стратегию успеха более того если мы тренируем эти навыки то мы становимся удачливыми и в личных отношениях и в карьере и финансовых отношений то есть это довольно универсальный инструмент я бы сказала что психологии удачи нужно изучать уже в школах чтобы удалось да вот вот эти правильные навыки социально-психологические навыки натренировать предположим вы познакомились на каком-то ужине с известным человеком конечно каждый день представляю себе такое конечно да это правильно это правильно насколько вы подготовлены в тот момент к этой встрече насколько эта встреча может стать для вас судьбоносной да вас заметят пригласят например если это владелец там миллиардер какой-то крупной компании насколько эта встреча поменяет вашу жизнь насколько вы будете соответствовать этому человеку все это вопрос подготовки это не только умение общаться то есть производить впечатление набирать как можно больше вот эту сеть контактов расширять ее это еще и ваша подготовка ваша проработка потому что например этот известный человек может за ужином познакомиться с тысячи людей сотни людей и все они проходят рядом но не с одним из этих людей не выстроиться дальше отношений вы должны быть таким чтобы вы стали исключением для этого человека вы должны быть подготовлены к таким встречам к таким неожиданностям в своей жизни и это уже совершенно другая работа это ваша работа качественная работа над собой умение это эмоциональный интеллект до это умение понимать потребности другого человека это умение производить правильное впечатление это умение делать предложение то которое интересно этому человеку чтобы с ним выстроить дал дальнейшие какие-то перспективные деловые отношения не каждый человек это может и поэтому как те люди которые верят свою удачу не как правило больше над собой работают да у них очень часто то что называется внутренний локус контроля когда они уверены что результат зависит от их личных усилий нет каких-то там обстоятельств там плохая погода плохое настроение у преподавателя да там я не выспался или еще что-то поэтому не сдал экзамен да они уверены что все зависит от их усилий они берут на себя и ответственность за провалы и они берут себя ответственность и за успешный исход событий ну скажем все мои курсы высшей школе экономики они сделаны с какими-то компаниями в разное время это были топовые компании то есть каждый курс проходит в проекте с какой-то компании сападной или российской и все эти знакомства они фактически состоялись в каких-то случайных обстоятельствах на конференции это были спикеры да где были тысячи таких людей как я но это не вылилось ни в какие проекты когда вы знакомитесь с человеком вы должны предложить ему что-то интересное ему должно быть вы должны продолжить эти отношения и выполнить все свои обязательства которые вы взяли в этом разговоре да то есть вы должны изначально подумать что для этого человека интересно если это компания то возможно решить какую-то задачу для них в своей сфере предложить совместный проект придумать какое-то решение и взять на себя ответственность за его исполнение например когда мне нужно было сделать исследование с лабораториями больших данных а я была с психологом я предложил этот проект одному из руководителей такой лаборатории случайным образом на конференции при этом я предложила трем таким руководителем и один сказал хорошо и все да могло бы это закончится но я нашла данные я нашла экспертов которые помогли мне сделать презентацию этого проекта да я просто пришла с этой идеи с готовой презентации сказал давайте делать и хотя лабораторию не ожидал такого исхода после одного разговора но я продолжила эти отношения дальше предложила новые проекты в итоге это вылилось долгосрочную дружбу проекты исследования и многие студенты защитились на этих задачах и и так я сформировала свою репутацию в этой области то есть вы берете на себя ответственность за ваши отношения за ваши случайные отношения за ваши случайные знакомства то есть каждый вечер готовимся да не руете да какого-то человека который изменит вашу жизнь карьеру личную жизнь еще что то то есть вы выстраиваете эту стратегию и